Рыбы, доброго времени суток! Рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер и в текущем видео хочу вам предложить Тараскоп на май 2018 года. Работать мы сегодня будем с универсальным фантастическим Таро. Скажем так, забегая наперед, делаю то, о чем вы меня просите, потому что у многих возникают вопросы, почему в раскладах бывают ситуации, когда попадает больше половины перевернутых арканов, хочу сразу вам ответить, что ребят, я работаю как на прямых, так и на перевернутых картах. Колоду вот мешаю при вас, чтобы у вас потом не возникало вопросов и разговоров о том, что я не умею держать колоду в руках, неправильно досыл карты и так далее, что в принципе сразу работаете только на перевернутых. В общем, скажем так, если карты так ложатся, значит, ребят, вам это нужно. И карты с вами говорят именно в таком контексте. Хочу напомнить, что расклад не является общим, он, простите, не является индивидуальным, он общий и для широкой аудитории, поэтому безусловно проиграется мне для всех. Помимо всего прочего, многим из нас необходимо смотреть тараскоп не только по знаку зодиака, но и по знаку своего акцедента в натальной карте. Что это такое? Вы можете, я думаю, без проблем погуглить, найти ответ на этот вопрос. Асцедент – это восходящий знак в вашей натальной карте и те черты характера, которые у вас наиболее выражены. Итак, давайте смотрим, о чем нам говорят арканы. Общая атмосфера месяца, что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карты. Итак, общая атмосфера месяца. Здесь у нас падает четверка жезлов. Ну, четверка жезлов – это карта стабильности, карта фундаментальности. Вообще, по праву, это называется семейный аркан. То есть, и если с позиции взаимоотношений, то в ваших отношениях все будет стабильно, здесь может быть ситуация, в целом, знаете, как свить домашнее гнездо, здесь вот увенчано, видите, лавровым венком, то есть символ победы. То есть, например, вы можете добиться своего, для кого-то это будет ситуация бракосочетания, венчания и так далее. Если вы одиноки, то здесь может быть ситуация стабильности и перспективы встретить стабильного партнера для построения взаимоотношений. Если же данный аркан рассматривать с позиции работы либо других сфер жизни, здоровья и финансов, то здесь в целом все стабильно и без изменений. Каким образом у вас это отыграется во всех сферах жизни, мы сейчас будем детально просматривать. Что вас ожидает в плане работы? Здесь падает перевернутый явок. Ну, сама по себе ситуация избавления от зависимости, то есть, например, если вы работали по найму и у вас не устраивал график работы, оплата труда, либо условия работы, то здесь может быть либо пересмотр трудового договора, какие-то новые факторы, причем факторы, которые будут работать на вас и в вашу пользу, либо в целом будет разрыв договоренностей и переход на ту работу, которая вас будет устраивать. Что такое в целом перевернутый дьявол? Аркан правильного выбора, верного, скажем так, и верной аналитики, верного мышления, и самое главное – чистой прибыли. То есть чистая бухгалтерия без каких-либо откатов, проволочек, чем для вас может быть это чревато. Если вы безработный, то по перевернутому дьяволу здесь правильное позиционирование себя, правильный подход к поиску работы и вероятность получить какую-то должность после удачного собеседования. Что вас ожидает в плане финансов? Здесь у нас падает перевернутый аркан звезда. Карта четко говорит о том, что с позиции финансов не ждите какой-то большой прибыли, потому что по перевернутой звезде это то, что будет или ожидается в дальнейшем. А именно, если у вас будут новые вопросы то до устройства, да, либо развития бизнеса, то есть это то, что вы сделаете за делом на будущее, соответственно, и дивиденды от своих усилий вы получите позже. В целом, сам по себе аркан не является материальным арканом, он напрямую не говорит о прибыли либо о серьезных финансовых затратах. Скажем так, по этой карте вы не получите от того роста дохода, либо тех материальных приходов, не знаю, там, субсидий, каких-то дотаций, либо помощи со стороны, на которые вы рассчитывали. Что ожидает вас в плане здоровья? Здесь у нас падает девятка пентаклей, замечательный аркан, аркан процветания, аркан самосохранения и вложения в себя денег. Потому что что такое девятка пентаклей? Это внешний вид, это внутренняя гармония, красота, это все вложения, потраченные на какие-то, знаете, как меры предупредительного характера. То есть это могут быть визиты к врачам, стоматолог, любой другой, там, не знаю, гинеколог, для кого-то там, мануальный терапевт с целью, знаете, предотвратить какой-то, какие-то ряд заболеваний. Это вложения в какие-то косметологические процедуры, в целом свой внешний вид. То есть здесь выбор удачного, там, парикмахера, стилиста, мастера по маникюру, массажиста, тренера. В общем, все то, что у вас делает лучше, как внешне, так и внутренне. Плюс укрепляет у вас ваш дух. Поэтому по девятке пентаклей, но здоровье в мае месяце у вас будет бить ключом и ваша энергетика. Что вас ожидает в плане личной жизни? Здесь у нас падает перевернутый рыцарь мечей. А вот здесь, сейчас мы эту карту уточним, потому что здесь будет какой-то острый накал страстей. Это, знаете, как поставить вопрос ребром. То есть либо мы вместе, либо мы расходимся и как следствие, вытекающие последствия из этого, как это отразится в целом. Давайте все-таки проверим, что ожидает у вас личная жизнь. Шестерка мечей и движение вперед. Смотрите, то есть вот поставим вопрос ребром. То есть либо мы вместе, либо мы расходимся по шестерке мечей. Смотрите, поскольку у вас еще атмосфера месяца, четверка жезлов, карта стабильности, то есть это развитие аркана в прямом положении. В лучшую сторону это динамика, то есть переход отношений на какой-то новый уровень. Это может быть даже совместный переезд куда-либо. Это может вообще сама ситуация, когда вы съехались, потому что аркан передвижение, перемещение. Либо вы в целом переехали к партнеру. Если вы одиноки, то здесь может для вас отыграться как сама по себе ситуация после, знаете, встретить своего мужчину в мечте на дороге, после какой-то конфликтной ситуации. Ну, как вариант. Не знали, попали вы в ДТП, стали выяснять взаимоотношения с нарушителем, и на фоне этого, на почве этого у вас может завязаться общение и отношение. Потому что для некоторых может проиграться эта ситуация именно так. Так, и общая атмосфера, простите, не общая, а совет Таро. На текущий месяц здесь у вас падает перевернутый рыцарь жезлов. Как говорит сам Аркан, знаете, хорошая мысля приходит опосля. То есть не действуйте на эмоциях, не принимайте скороподействительных решений, потому что что такое перевернутый рыцарь жезлов? То есть страсть в чем-либо, не касается как личных отношений, так и работы, так и хобби, как быстро появляется, так, знаете, быстро сходит на нет. То есть вы можете чем-то загореться, какой-то идеей, каким-то веянием, а потом раз, и весь ваш потенциал, все желание сошло на нет. Поэтому это, знаете, как с позиции какой-то идеи, нового проекта, нового видения, новой работы, неважно чего, знаете, есть такое выражение переспите с этой мыслью, потому что утро вечера мудренее и у вас появится тот ход событий, тот, скажем так, путь, который вас выведет в нужное русло. Вот такой вот вышел расклад на май месяц. Надеюсь, для вас он будет продуктивен, сбыться только позитивные моменты, будет актуален. Отписывайтесь, пожалуйста, как он у вас отыгрывается или не отыгрывается впоследствии. Буду вам крайне благоприятно за это. Ну, а с вами была Ева Лехцер. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова